Добрый день, приветствую всех на этой секции, на этой конференции. Спасибо. Меня зовут Гневанов Иван, представляю компанию Мобили, город Пермь. Мой доклад будет посвящен средствам наблюдения за сдвижением земной поверхности, в частности использованию радиолокационных данных. Скажите, пожалуйста, кто-то из вас имеет представление о радиолокации? Отлично, отлично. Мой доклад будет построен следующим образом. Несколько слов я расскажу о нашей компании. Дальше я сделаю обзор принципов радиолокации и обзор радарных данных. Собственно, как они применяются для наблюдений, какие есть нюансы. Скажу несколько слов о производной продукции AW3D, ну и несколько слов, опять же, о наших услугах. Мы находимся в городе Перми, являемся локальными дистрибьюторами программных продуктов ARGIS, ну и также выполняем проектные работы на стыке геодезии, картографии, геоинформационных систем, данных дистанционного зондирования, ну и в частности радарных данных. Занимаемся обработкой. Почему мы говорим о радарных данных? У нас часто на слуху данные оптические, оптического диапазона. Мы все их знаем, это и космосъемка, и съемка с беспилотных аппаратов. Они успешно используются. Но радарные данные дают еще некоторые возможности нам в некоторых задачах. Для чего нужно наблюдать за поверхностью? Такие наблюдения обязательны для месторождения полезных искупаемых, будь то наземные или подземные, шахты или карьеры. По инструкции по производству машинских работ необходимо наблюдать за поверхностью горных отводов. Традиционно такие наблюдения ведутся инструментальными методами, то есть выходят геодезисты, делают нивелирование и так далее. Но минус таких методов в том, что они относительно дорогие, и при этом результат получается только в дискретных точках. То есть там, где померили, там смещение и видим. Наблюдение на основе данных дистанционного зондирования представляет альтернативу. Конечно, здесь нет стремления заменить полностью инструментальные методы. Здесь скорее речь о дополнении, либо об использовании там, где невозможно пронаблюдать инструментально, или это невыгодно. Также вот эти методы наблюдения за поверхностью могут использоваться не только при добыче полезных искупаемых, но, например, и в каких-то техногенных катастрофах, например, оползни. Вот сейчас мы знаем несколько техногенных катастроф, опять же, обрушение дамб, то тут, то там, то в Южной Америке, то у нас. В принципе, вот эти все задачи, они могут быть решены наблюдением дистанционными методами. Значит, какой принцип радиолокации? Когда мы говорим об данных оптического диапазона, там все понятно. Фотоаппарат снимает свет, отраженный от Солнца. Это так называемое пассивное наблюдение. В радиолокации летающий спутник, он облучает территорию микроволновыми сигналами и принимает ответ, ответный отскок от Земли. При этом замеряется не только амплитуда отраженного сигнала, но еще и фаза, то есть две характеристики. Вот эти вот как раз амплитуды и фазы, они позволяют получить новые качественные характеристики, которые мы можем извлечь. Кроме того, радарные данные имеют особенность такой погоды независимости, то есть они позволяют получать результат и в случае облачности, то есть когда нет прямой видимости территории. Ну и также они дешевле, чем оптические данные. Как такие данные могут применяться для геодезии и маршадерии? Ну это как раз используя фазовую информацию о возвращенной фазе сигнала, можно делать вывод об изменениях земной поверхности, той поверхности, которую мы наблюдаем. В частности, можно наблюдать поверхности горных отводов, допустим, подземных месторожений, допустим, калийных, угольных и так далее. Можно делать наблюдения за открытыми разработками карьеры, отвалы, стенки карьеров. Хорошо получаются наблюдения за оползнями, в частности из-за того, что удобно обозревать сразу большие территории за счет того, что мы получаем непрерывную картину по территории. Также могут наблюдаться трассы подземных коммуникаций, ну или наземных коммуникаций, или объекты инфраструктуры. Например, городские территории, также удобно наблюдать такими методами. Вот здесь на рисунках вы видите примеры. Справа это территория угольных месторождений подземных, там достаточно быстрая скорость оседания, из-за того, что быстро достают очень большие объемы породы. Слева внизу это наблюдение за трассой коммуникаций, то есть используя снимки за несколько дат, можно получить временное распределение деформаций. Ну и справа внизу картинка наблюдения за карьером, за открытой выработкой. Также видны деформации на стенках. Сразу замечу, что, конечно, на карьерах применяются и локальные станции наблюдения, но наблюдение из космоса позволяет увидеть эту всю картинку шире, не только локально. В чем же заключается сущность метода вот такого интерфеметрии радарной, которая позволяет нам следить за изменениями? Как раз все дело в том, что мы получаем еще информацию о возвращенной фазе сигнала, точнее об ее изменении, и вот используя эту разность, то есть спутник пролетает по одной и той же примерно орбите и делает два снимка за разные даты. И как раз на основе вот этих вот снимков, фазовых картин за эти даты, можно получить дифференциальную картину изменений. Там, конечно, участвует много факторов, но большинство из них исключаются. Таким образом мы можем сделать вывод о смещении поверхности обозреваемой. У нас есть методика, согласно которой можно получать точность от 10 до 25 миллиметров между измерениями практически по всей территории. Это уже неоднократно было доказано и проверено, и проверено наземными измерениями. Здесь показаны некоторые наши проекты с радарными данными дистанционного зондирования. Здесь и наблюдение городских территорий, и полезных ископаемых подземных, и мониторинг коползней. В принципе, результат получается везде. Какие еще применения есть у радарных данных дистанционного зондирования? Поскольку, еще раз повторюсь, данные являются, можно сказать, всепогодными, удобно наблюдать, допустим, за изменениями морских акваторий, за судами. Такие системы очень широко используются. Также можно выявлять рубки леса практически на всех территориях, определение объемов биомассы, то есть объемов древесины, мониторинг разливов нефти, толщины льда, наблюдение за урожаем. То есть, в принципе, все вот эти задачи могут быть решены. Здесь вот я хочу упомянуть глобальную работу, которая была сделана, по-моему, в 2014 году на основе данных многолетнего архива спутника АЛОС-1. Были отмониторены изменения лесистой растительности по всей территории планеты. И показано, что идет процесс, собственно, уменьшения площадей лесов. На этом слайде показаны сенсоры, которые в данный момент присутствуют на рынке, коммерческие сенсоры. Они отличаются несколькими параметрами. То есть, основные параметры – это длина волны электромагнитного импульса, который облучается поверхность, X диапазон, C диапазон, L диапазон, периодичность орбиты, доступность архива снимков, доступность заказа, новые съемки. В общем-то, вот этими параметрами отличаются. Здесь я останавливаться не буду. Под каждую задачу нужно подбирать конкретный сенсор, исходя из потребностей задачи. Хотелось бы остановиться на преимуществах L диапазона длин волн. Это волны длиной 23 см. Они позволяют проникать сквозь растительность и достигать поверхности земли. Поэтому с помощью этих данных мы можем получить смещение именно поверхности земли. и получить большой охват территории. Здесь вы видите в качестве примера мониторинг оползня, склона. По-моему, не помню название игры. Но вот видите, в качестве результата видно смещение. Вот синим цветом видно смещение. Полученные, в частности, для залесенной покрытой растительности территории. Самым ярким представителем L диапазона является линейка спутников ALOS, японского агентства, космического агентства JAX. Эта история началась еще в 90-е годы со спутника JERS. И далее в 2006 году был запущен спутник ALOS-1. До 2011 года он летал. Он был совмещен, оптический и радарный спутник. С 2014 года летает спутник ALOS-2, полсар-2 с сенсором. Ну и далее будет еще запущен ALOS-4, продолжающий миссию ALOS-2. Если будет время, я потом еще расскажу об ALOS-3 оптическом. Ну ладно, это не по теме. То есть ALOS-2, ну в настоящий момент запускаются еще сенсоры или диапазоны, но массово доступный в данный момент только один аппарат, вот ALOS-2. Большой спектр режимов съемки, направлений съемки, разрешений снимков позволяет достаточно гибко покрывать любые области для любых задач. Повтор орбиты составляет 14 дней, что также увеличивает возможности спутника по мониторингу процессов. Кроме того, с помощью программы базовых наблюдений доступен архив практически на любую точку Земли за последние 5 лет, с 2014 года. Коротко о планах по запуску. В 2020 году планируется запуск ALOS-3 и ALOS-4. ALOS-4 это еще доработанная версия, ALOS-2 тоже радарный спутник, увеличены полосы обзора, за счет чего можно будет увеличить периодичность наблюдений одних и тех же территорий. Вот вы видите сравнение для мониторинга изменений растительности, увеличение полосы съемки. ALOS-2 50 км, ALOS-4 200 км. Следующие слайды я быстренько пробегусь по продукции AW3D. Это наши партнеры. Они, кстати, представлены здесь на выставке. Вы можете посетить их стенд. Компания RESTEC. Они более подробно расскажут уже о всех подобных продуктах. Значит, что представляет собой линейка продуктов AW3D? Во-первых, это цифровые модели рельефа AW3D Standard и AW3D Enhanced. Чем они отличаются? Стандарт имеет разрешение 5 метров и была создана на основе спутников ALOS-PRISM. 5 метров это первоначальная версия, сейчас появилась версия 2,5 метра разрешения улучшенная. И CMR Enhanced, расширенная, она уже создана на основе данных оптических высокого разрешения Digital Globe. Там точность выше до 0,5 метров размер ячейки. Ну и следующий набор данных это билдинг, это здания трехмерные, то есть вы можете на какую-то свою территорию получить трехмерные модели зданий с реальными высотами. Телеком это модель для расчета сетей связи и аэропорт, это данные по стандартам Международной ассоциации авиации. Ну также вот модели зданий можно получить с текстурами, полученными со снимков. И также есть продукт истинное ортофото, то есть в надире. Ну вот еще раз, в 3D стандарт изначально было разрешение 5 метров, высоту обновления до 2,5 метров, сделанный на основе Allos Prism. Вот пример разных версий, то есть есть несколько уровней продукции DSM, DTM, то есть это почищенная модель уже CMR. Enhanced основывается на данных высокого разрешения Digital Globe, и как раз эти данные, эти модели как раз тоже получены с использованием сейчас модно искусственного интеллекта. То есть берется весь стек снимков полный на данную территорию и путем анализа соответствующего получается CMR. Вот здесь сравнение. Справа это многопроходные, результат на основе многопроходной съемки, слева просто по обычному стерео. 3D-модель сооружений также может использоваться для какого-то моделирования архитектуры, проектирования, планирования и так далее. Телеком представляет собой несколько слоев, также предназначенных для моделирования распространения сигналов радиосвязи. То есть это и трехмерные, и векторные здания, и цифровая модель рельеф, и что-то вроде модели землепользования растрова. То есть как примерно оценивается использование данной территории. Ну и специально по стандартам Международной ассоциации авиации это модель данных, набор данных для обеспечения безопасности аэропортов. Так, ну что мы представляем? Мы предлагаем, собственно, выполнение проектов по мониторингу смещений каких-то методами радарной интрофиометрии. Кроме этого, можно выполнить просто обработку радарных изображений для каких-то задач. Ну а также интеграция данных дистанционного зондирования в ГИС-проекты, ну и задачи по мониторингу изменений территорий. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, могу показать пару слайдов про оптический спутник АЛОС-3, который ожидается. Вопросы? Да, сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...